Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Спорт-клуб». В студии работают Власий Сергеев и Дарьян Кехова. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в первом блоке нашего эфира мы будем говорить о настольном теннисе, ведь у нас грядет большое спортивное событие, которое под сводами Дворца спорта «50 лет победы» соберет сильнейших теннисистов Дальнего Востока. Дорогие друзья, вы, наверное, уже догадались, что мы будем говорить о чемпионате Дальнего Востока, и мы пригласили сегодня в студию нашу команду. Итак, с большим удовольствием представляем вам наших гостей. У нас сегодня в студии главный, а старший тренер Республики Саха-Якутия по настольному теннису Аркадий Иванов. Также у нас сегодня Анатолий Ефремов, он является членом сборной Республики. И Ольга Тихонова, также член сборной Республики Саха-Якутия по настольному теннису. Здравствуйте! 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 Ну и переходя к нашей беседе, вот грядет ответственный спортивный старт. Аркадий, к вам вопрос. Как себя чувствует команда в данный момент и как идет подготовка? Мы уже с 8 января начали учебно-тренировочные сборы. Основной состав у нас готовится в спорткомплексе «Доксун». И трое членов сборной команды готовятся под руководством Светланы Николаевны Башариной в Чурабче. Сколько в сборной у нас количества? Пять мужчин и пять женщин. Ну и давайте пообщаемся с игроками, да, с людьми, которые будут представлять, защищать честь Республики на столь важном соревновании. Анатолий, как себя в данный момент чувствуете? Вообще в лучших ли кондициях находитесь? Ну, как сказать, нормально сейчас пока, после Нового года. Начинаем тренировки сейчас потихо. Ну, как сказать, нормально все. Какие цели ставите перед собой лично для себя? Ну, сейчас я ничего не могу сказать. Просто как команде желательно, чтобы первое заняли. А в личке посмотрим, как получится. В личном разряде как пойдет, да? Да. Ольга, а у вас каков настрой и какова готовность ваша? Ну, форму сейчас только приходим. К соревнованиям форму придем. Ну, цели в команде, конечно, в личном первенстве обойти хотя бы в пятерку. Ну, вот такие цели у наших игроков. Вот, Аркадий, вот, если говорить о нашей сборной, да, вот, сейчас сборная укомплектована, уже давно готовимся. Как бы вы охарактеризовали данный коллектив, вот, ну, если собрать вот всех, и что из себя представляет данный коллектив? Ну, лидер нашей команды – это, конечно, Василий Руменцев, мастер спорта России. И он еще в этом году, в конце того, 17-го года, он уже участвовал в двух турах Кубка, Кубкового чемпионата России. Поэтому опыт он, кое-какой, вот, опыт он набрался. Ну, вторым номером у нас является это Сабараки Нюргун с Чурапчи, который в прошлом году занял третье место в личном разряде в чемпионате Дальнего Востока. И, ну, третьим номером Анатолий Ефремов идет. Также у нас молодые спортсмены – это Богдан Капитонов с Вилюйской и Михаил Колобысов из Мегинокангаласского облуса. Да, и вот очень интересный момент, да, который будет интересен нашим телезрителям. Вот появились сборные у нас, новые спортсмены, да, вот, ну, относительно недавно, вот, тоже касается Ольги, тоже Михаила Колобысова. Как вот идет смена поколений, вот, сейчас в данный момент в команде? Ну, пока им трудно соревноваться со старшими товарищами, но Михаил Колобысов, например, он в 16-м году был чемпионом Дальнего Востока среди юношей. Вот. И команду Республики Сахат уже он, как бы, помог завоевать первое место в команде. А Богдан Капитонов, он уже второй раз в чемпионате Республики среди взрослых занимает третье место. Так что, как бы, у нас смена растет. Смена достойная. Да, и неплохая смена, вот. Но, а если говорить вот о аналогичных соревнованиях, в прошлом году они проходили в городе Уссурийск, да? И тогда наша команда показала очень хорошие результаты, и мы, если не ошибаюсь, заняли третье место, да? Да, третье место. Среди женщин и среди мужчин, да? Да. Вы довольны были тогда результатами своих спортсменов, или все-таки вы считаете, что они были достойны большего и могли показать лучший результат? Ну, в тот момент, ну, наверное, это было то место, которое мы заняли, да? Вот уровень подготовки вот такой был. А в этом году мы надеемся, особенно, я считаю, что вот среди женщин мы можем занять первое место. Потому что у нас первым номером сейчас является ученица 11 класса города Ленска Катя Лыпахова. Она вот в 17-м году в первенстве Дальнего Востока среди юниоров заняла первое место. И в этом году среди женщин тоже в чемпионате Республики она заняла первое место. Поэтому у нее, как бы, мы ее также готовили к детям Азии. Она участвовала вот в прошедших в 16-м году детям международных спортивных игр, дети Азии. Поэтому у нее готовность очень вот хорошая вот. У нее перспективы большие вот. Так что надеемся. И вот Оля тоже самая. Она в 17-м году, в прошлом году, она тоже в командном составе, она заняла первое место вот среди девушек. Первый из Северного Востока. Поэтому я считаю, что вот и так же вот Колодежникова, Марфа у нас третьим номером является, да? Вот они могут завоевать первое место вот. То есть женский состав у нас очень такой сильный, да? Несмотря на то, что Ольга у нас очень скромно сидит и говорит, что рассчитывает хотя бы попасть, да, в тройку в личном первенстве. Но она у нас достаточно такая опытная и сильная спортсменка. Да, и что самое приятное, как я понял, у нас балансированная команда, которая сочетает в себе как опытных спортсменов, так и вот талантливых молодых спортсменов. Анатолий, вот мы знаем то, что на чемпионате Дальнего Востока, да, у нас будет, ну, как всегда, вот командное первенство, одиночный, парный, смешанный разряд. Вы лично себя вот, в какой дисциплине вот лучше всего чувствуете себя? Или нет таких предпочтений у спортсменов? Как сказать, ну, в команде, в команде я более-менее нормально играю, если так посмотреть. Говорят, что командный игрок. Ну, в команде я постоянно занимаю места, в парном, смешанном тоже. Ну, личики что-то не хватает все время. Ну, надеемся, что вот этот пробел будет, да, заполнен личиками. А если, Анатолий, спросить вообще, вот сколько лет вы занимаетесь на стольном теннице? Ну, с 12-13 лет сейчас. Мне сейчас 30 лет. Ну, сколько? 17 лет, наверное. Да, мы знаем, что вы уже делитесь опытом, да, с подрастающим поколением. Вы же работаете тренером, да, в Дахсуне? Ну, как сказать. Передаете свой опыт, да? Ну, со сборной дети Азии работали. В Китае я их возил сколько раз, там, много уже, наверное. Сейчас вот тоже планируем, благодаря министру нашему, Георгия Услановича Балахшина, мы подписали соглашение с китайцами и должны вот уже маленьких детей, получается, первых-вторых классов на 5 лет в Китае отвезти на учебу. Это у нас идут два вида спорта. Настольный теннис и шорт-трек. Вот уже буквально вот в ноябре, в ноябре, в конце ноября мы ездили с делегацией республики нашей, подписали договор. И вот после Нового года я вот буквально в первых числах в Китай съездил, поехали там, посмотрели, как вот, ну, условия наши, там, ну, проживание, где залы, там. И все хорошо там устроили нам, и вот готовимся уже с 1 марта уже туда, уже уехать. Там состав команды у нас будет по теннису, две девочки, два мальчика, и по шорт-треке тоже так же. Два мальчика и две девочки. И на какой срок вы? Ну, на 5 лет подписали. В год мы должны там где-то 9 месяцев там находиться в Китае на тренировках. Ну, мне кажется, это должно, да, дать свои результаты, и, возможно, совсем скоро мы уже в этой студии будем обсуждать, да? После вашего первого, наверное, да, отъезда мы обсудим, насколько, значит, вам эта плодотворная поездка была. Ольга, а если вот к вам аналогичный вопрос, да, все-таки вы в команде себя чувствуете комфортнее, или вот когда вы в личном переносе? Ну, комфортнее чувствую, конечно, в личках, там не такая большая ответственность как в команде. Ну, вот в команде больше ответственности, и играю лучше, чем в личных. В парном смешанном там уже как по жеребьевке попадется. Если хорошо, значит, хорошо сыграю. А сколько лет ты занимаешься на стальном танеце? Я лет 10-11. Несмотря на юный возраст, да, уже впечатляющий показатель. Аркадий, давайте поговорим о наших соперниках, да. Все-таки мы играем у себя дома под сводами главной арены республики, 50 лет победы. Какие соперники, по вашему мнению, составят основную конкуренцию в нашей команде? Ну, самый сильный состав у мужчин и у женщин. Это Приморье. Чемпионы прошлого. Да, чемпионы прошлого года. И также у мужчин сильный состав – это Сахалинский край. Также у нас сильные соперники – это особенно среди женщин – это Хабаровский край, ну и Амурская область. Это они всегда хороший состав выставляют. Ну и приедут тоже из Магадана. Да, тоже сильный коллектив, да? Ну и сколько примерно человек мы ожидаем, гостей к нам в республику? Ну, около, так, значит, 5-6, ну около 30 спортсменов ожидаем мы. Ну, то есть в любом случае можно с уверенностью сказать, что нас ждут жаркие теннисные баталии. Да, да. Все будет очень интересно. Самые сильнейшие вот соберутся, да. Да, вот всего до чемпионата остается всего ничего, да, вот в каком режиме будет проходить работа, вот по подготовке и так далее, вот в оставшиеся дни до соревнований? Ну, у нас сборы будут до 22-го. 22-го мы пройдем медосмотр, релебатори. Потом 24-й – это день приезда. Приедут все команды. Там мандатная комиссия будет, судейская и так далее. Ну и с 25-го с утра, с 10-ти уже начало командных соревнований. Да, давайте вот для телезрителей быстренько объясним, вот то, что у нас по датам, да, у нас же, как я понимаю, вот по дисциплине в разные дни все будет проходить. Значит, 25-го у нас начинаются командные соревнования. Командные. И финал будет в этот же день? Нет, значит, 26-го до обеда будет финал командных соревнований. И 26-го с 2-х часов после обеда уже начнутся личные соревнования в группах. Которые завершатся? Которые завершатся, они завершатся, значит, 26-го начинают, 27-го завершатся, а потом они уже 28-го, ну и 27-го там начнут и парные, и смешанные соревнования. А финальные соревнования будут вот 28-го числа. 28-го числа. Ну что, спасибо большое, дорогие гости, за то, что посетили наш эфир. Ну а мы напоминаем, дорогие телезрители, о том, что с 24-го по 28-е января во Дворце спорта «50 лет победы» состоится чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Придите обязательно и поболейте за нашу команду. Да, напоминаем вам то, что у нас в гостях была наша команда, пожелаем ей удачи и приходим болеть за нее с 25-го по 28-е января. А мы уходим на короткую рекламу, не переключайтесь. В эфире снова передача «Спорт-клуб». В студии работает Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну и в оставшееся время нашего сегодняшнего эфира мы будем говорить о хоккее. И неспроста. Ведь с 5-го по 14-е января в городе Барнауле прошел второй тур первым из Дальневосточного и Сибирского округов. И наши ребята, полярные волки, ребята 2007 года рождения, вернулись оттуда. И не просто так. Но об этом они расскажут прямо сегодня и прямо сейчас самостоятельно. У нас сегодня в студии директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею Владимир Тагирович Хисамуддинов. И непосредственные участники, ребята, члены сборной команды. Это Артем Власов и Андрей Колодяжный. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, примите поздравления. Спасибо. И, конечно же, Владимир Тагирович, расскажите, как же вы съездили? Ведь, наверное, ну и ребята расскажут об этом чуть позже. Но в начале, конечно же, уважаемый директор. В январе проходил второй этап первенства России региона Сибирь-Дальний Восток. На первом этапе мы не очень удачно выступили, да, а на второй этап уже подготовились. Ну и ребята показали свою лучшую игру. Хотя два поражения потерпели, но потом в бочных встречах одержали победы с более крупным счетом. И в результате по разнице шайб заняли первое место. Соперники были серьезные, поэтому наши тоже не оплошали. Показали серьезную игру, лучшую подготовку не подвели своих тренеров, наставников. Ну и себя порадовали, соответственно, победами. Ну и давайте тогда уж у ребят спросим, да, как съездили. Ну, во-первых, это было совсем недавно, да? Да. Вот недавно вернулись. Расскажите, когда туда отправлялись, с какими мыслями отправлялись? Прямо за победой ехали? Да. Да, за победой. За первое место. Приехав туда, у вас же все вначале хорошо складывалось, да? Да. Да, сначала все. То мы, ну, потерпели два поражения. И, ну, все равно. И тренер сказал, надо на побеждать. И мы разозлились командой. Подумали и выиграли. Все команды разозлились? Да. Отлично. Ну, а если взять ваших соперников? Ну, вы же помните все схватки, да, свои? Да. Вот самые такие яркие, самые сложные, наверное, вот с кем было Артему там сложнее всего? Не, Сокол. Сокол, да? Ну, команды все были сильные, но Сокол достойная была. Смотри, вот несмотря на возраст, да, вот ребята уже отвечают, как взрослые профессионалы, да, все достойные соперники. Но если выделять, да, там, Сокол у нас все-таки сильнее был. Ну, что ж, ребята, если вот поставить такой вопрос. Триумфально вот вернулись, да, домой с золотыми медалями второго этапа. Вот какой момент вам запомнился больше всего? Давайте по очереди. Артем, с тебя начнем. Что самое яркое? Когда... Так, сейчас скажу. Ну, не обязательно может быть победа, может, и поражение запомнилось прям. Вот если сказать самое яркое впечатление от этого мероприятия. Ну, вот когда мы проиграли с Барнамулом, это очень было запоминательно, очень как-то неожиданно, потому что мы, они такие не сильные, не слабые, нормальные, но мы почему-то проиграли. Это вот запомнилось, конечно. Ну, то есть вовремя, своевременно ребята сделали вывод, да, благодаря тренеру и за счет вот роковой момент, можно, наверное, сказать, да, то, что вот победа, поражение, когда вот наоборот хорошо сказалось на команде. Андрюша, вот подожди, Андрей же не ответил. Андрей, у тебя какое было? Ну, для меня было, когда мы победили «Сокола» 2-4, мне запомнилось, как мы их выиграли в передаче. Результативными действиями вот в матче против «Сокола» отметился, да? Да. Что у тебя там? Гол, передача? Гол. Гол, здорово. Это мы и запомнили. Владимир Тагирович, мы знаем то, что первое место мы заняли, да, вот с командой мы у нас имели одинаковое количество очков, но по разнице вот пропущенных, забитых мы вот заняли первое, да, место. Да. Да, вот и получается очень плотная турнирная таблица была, очень накал страстей был, и мы за счет этого успеха вот добились играть в группе «А», да, матчи которого пройдут в марте. В марте месяце город еще не определен, сейчас во второй группе тоже выявляются сильнейшие игроки, сильнейшие команды, из которых составится как раз вот группа «А», и город определит Федерация Сибири, да, и мы как раз поедем участвовать на этих соревнованиях. Задача у нас тоже высокая, стоит, победители последнего тура будут выезжать на финал российских соревнований, в которых уже в 12 команд встретятся, самых сильных команд России, и выявят чемпион, ну победители, да, российских соревнований. Вот, но хочется отметить то, что наша команда сформирована не только на базе города Якутска, да, команда создана из двух филиалов, это Якутск и поселок Серебряный Бор, 7 представителей команды было с Серебряного Бора, и 11 человек было с Якутска, вот 18 человек выезжали, вот, ну довольно-таки сложно вот в двух городах готовить команду, тяжелое финансовое положение, да, на сегодняшний день у нас не получилось совместные сборы провести, но дети друг друга давно знают, поэтому сыграны уже давно, летом совместные сборы проводили, и как бы вот на... Ну то есть ребята вот без совместных сборов там прям... Там, на месте. Там встретились и вот там и сыгрались, да, на соревнованиях. Вот Артем Андрей, вот ребята с Мерингри, да, с Серебряного Бора, вы же уже с ними не один раз встречались, как вы сказали, да? Да, да. Да, и вот вы все-таки друзья с ними, да, или вы все равно с ними соперничаете, что типа мы с Якутска, мы кручили лучше, или все-таки вы друзья? Нет, да, мы друзья, но все равно когда играем там тоже в хоккей, ну в гостинице, мы там играем в хоккей, но мы, мы, наши команды против них не играем, ну да. Клюшками маленькие. Ну когда вы ходите уже на... Да, уже на команду. Там уже команда. И вы прям дружите хорошо. Наверное, и общаетесь и вне, да? Да, и общаемся. Переписываете, созваниваетесь, это прям ваши друзья, да? Да. Ну и вам сложновато с ними, вот вы не видите же, вот как сказали же на сборах, у вас не было сборов, но а там встречаетесь. Или в принципе вы и так, хорошо у вас получается, да? Да, и так, хорошо получается. Молодцы. Ну вот Владимир Тагирович, вот благодаря данному успеху, да, я думаю, мы с удовольствием можем говорить об игре нашей команды, вот как бы охарактеризовали игру нашей команды, больше оборонительного плана, или больше атакуем, или и то, и другое, вывод, если дать оценку. Ну вот, к сожалению, Леонид Васильевич не присутствует, да, он все время отмечает, что наши дети мало забивают, да, и он говорит, все время им об этом наставление делал, ну и в этот тур больше всех накидали, да, шайб, и это радует, дети ведут атакующий хоккей у нас, но в то же время и оборона у нас неплохая, и вот как раз в решающих играх защитники голы забивали у нас даже, как бы, довольно-таки успешно. Ну, то есть в плане результативности вот идем, ну, наблюдается положительная динамика, да? Да, положительная динамика. И надеемся, что это продолжится на следующем этапе соревнования. Ну, ребята, вот расскажите вот про себя, давайте вот с Артема начнем. На какой позиции предпочитаешь играть, и что тебе нравится больше всего в занятиях хоккеем? Мне нравится, что мы хорошо играем в пас, что всегда у нас, ну, вот пасы хорошие мне нравятся, и вратарь тоже. А сам где играешь? Я нападающий справа. Нападающий справа. Андрей? Я центральный, и мне нравится, что хоккей – это командная игра. Там все играют. Если защитник ушел, то на защитника позицию станет игрок или центральный. Мальчики, ну, а если сказать… Ну, мы все время, когда у нас дети в студии, мы спрашиваем, кто у вас кумир. Мы, по-моему, спрашивали уже у Артема, когда он был в прошлый раз. Ну, давай, может, изменились уже твои, да, такие фавориты. Кто твой кумир, Артем? Мой овечкин. 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 У меня тоже овечкин. Замечательно. Ребята, а вот если сказать о возрасте, вы 2007 года рождения, а занимаетесь сколько лет хоккеем – это вот для телезрителей, чтоб интересно было. Мы занимаемся с 4 лет Я с 5 На год позже пришел, да, Артема? Да Я сначала вообще хотел на футбол идти Но там сказали, что там не было, только можно было в 6 пойти Но папа сказал, что слишком поздно И мы пошли на хоккей, и мне сначала не нравилось, а потом понравилось Я остался Да, ребят, такой вопрос заговорили о других видах спорта Другими видами спорта занимаетесь там в свободное время от тренировок? У них нет свободного времени Ну, я раньше три раза ходила уже на футбол Ну, то есть до хоккея, да, или после того, как... Я пойду на плавание Я на хоккей На плавание пойдет, Артем? Ну, я тоже хожу Я просто плаваю Ну, и учусь Ну, и учусь, добавила он в конце Вот здесь вопрос Многие считают, что вот хоккей, ребята, занимает очень много времени Да, тренировки у вас, да И с утра пораньше вы на тренировках И вечером, и днем, да Как вы успеваете учиться? Ну, с утра сначала школа, потом хоккей Ой, ну, у кого-то есть еще какие-то занятия Сначала школа, потом хоккей, потом еще бывают бросковые Ну, то есть домой вечером вообще приходим, да? А у меня сначала... Я утром просыпаюсь, делаю уроки, потом иду в школу В шесть я иду на бросковую, и в восемь-пятнадцать у меня тренировка Да И потом... Он просто с... Да, я со второй смены, а не с первой Да, тут у нас интересный такой момент наблюдается, да? Сначала тренировки, вот ребята сказали, потом бросковые Вот о методике, вот давайте, Владимир Игоревич, поговорим подробнее То есть отдельно у нас бросковая... Вот абсолютно отдельная тренировка проводится, да? Да, бросковая зона отдельно сделана Значит, она рассчитана не на всю команду Там по шесть человек приходят, они занимаются по круговой системе По базам, да, там есть специальная подготовка И именно бросковая зона, где много шайб Шайбы от легких до тяжелых И им дают упражнения И на искусственном льду там пластиковый лед сделан, да? Ну и детям нравится, они научились бросать Сначала надо научиться на земле бросать Потом уже на льду, соответственно, все легче, да? А вот эта бросковая зона тоже внутри Лейбодра находится или...? Ну, пока она на арендованной территории находится А на следующий год мы планируем перенести ее в Ледовый дворец Очень интересный ноу-хау Что же сказать? Ну и у нас до марта есть время, да, чтобы подготовиться к следующему туру По какому вот графику, по какому плану, в каком режиме будут работать ребята Перед ответственным выездом? Ну, план подготовки у тренеров подготовлен еще с начала сезона, да Они готовят команды, но в плане у нас провести совместные сборы Где-то перед выездом, где-то за неделю примерно мы их хотим собрать И уже направим готовеньких, как говорится А вот ребята, вот, каков у вас настрой перед следующим этапом? Будем тренироваться, создавать команду еще лучше То есть распасовку улучшать, да? А на соревнованиях, вот, какие цели перед собой ставить на следующий этап? Собраться силами, играть, биться Побеждать Побеждать Распасовку играть И, конечно, не удаляться И не удаляться, добавил Андрей Кого считаете самым главным своим соперником? Там еще неизвестно какие команды будут Ну, будет Сибирь, Новосибирск, Металлург, Новокузнецк Вот они довольно-таки серьезные Поверно, вот, Металлург из Сибири Металлург из Сибири Ну, то есть ведущие хоккейные школы, да? В России Ну, что ж, и давайте вот еще раз отметим Да, у нас в марте, и город пока неизвестен, да? Город неизвестен Да Ну, а мы обязательно будем следить, да? За всеми моментами в хоккее И за полярными волками мы следим отдельно Потому что мы любим и поддерживаем этих ребят Ну, что, дорогие телезрители, сейчас нам необходимо уйти на короткую рекламную паузу Не переключайтесь, оставайтесь с нами И напоминаем вам о том, что в третьем блоке мы вновь поговорим про хоккей А если быть точнее, уже подробнее о республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе по хоккею Так что увидимся ровно через две минуты, через короткую рекламу Не переключайтесь Итак, дорогие телезрители, мы продолжаем эфир программы «Спортлуб» И мы говорим сегодня про детский хоккей Ну и в заключительном блоке мы будем говорить о республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе по хоккею Ну и, конечно же, сразу вопрос к Владимиру Тагировичу Ну что ж, как мы уже сегодня поняли из нашего эфира Школа работает, школа дает, как говорится, плоды Вот у нас, собственно, и победители больших соревнований Что из себя представляет школа, как она работает? Так, на сегодняшний день в школе у нас занимается 760 детей Это две секции, секция хоккея и отделение шорт-трека На шорт-треке работают у нас в отделении шорт-трека 3 тренера И 13 тренеров работают в отделении хоккея Это отделение хоккея и в Нерингре, и в Нерингринском районе, и в городе Якутске Так, по нашей работе Ну вот сейчас активно вели работу перед Новым годом Вместе с Министерством спорта и китайской стороной Выезжали на конференцию международную, где подписали ряд очень важных соглашений О развитии как раз и хоккея, и шорт-трека И вот результатом этого выезда сейчас у нас готовится команда 2009 года На выезд в город Цицикан, это в Китай Где будет проходить международный турнир с участием двух российских команд И команд из Китая После этого команда переедет в Хабаровский край Где в Ванино проведут еще один турнир И потом уже вернутся в Якутск Это вот в конце 25-го числа они вылетают И вернутся уже в феврале месяце Также с китайской стороной было подписано соглашение О создании российско-китайской лиги И вот уже результатом этому соглашению стал вызов нашей команды На соревнования по 2001-2002 году рождения Тоже детей мы готовим В марте поедут на первый тур В участии в этих соревнованиях примут команды городов Иркутска, Якутска, Читы, Хабаровска, Владивостока И четыре команды будет из Китая И это будет тур вот в марте и потом в ноябре уже Китайская сторона на себя берет полностью все расходы По проживанию и питанию Ну и соответственно мы только должны детей отправить туда Ну вот Владимир Тагирович, отсюда вопрос Ну мы ежегодно обсуждаем тему вот именно детского хоккея И всегда, всегда в основном это достаточно такой затратный вид спорта Мы не раз об этом говорили И конечно вот за счет чего финансирование все-таки существует ваша школа И кто помогает вам И вот все-таки ребят вывозить Тем более вот на такой долгий срок Вот как они сейчас справляются Китай, Хабаровск, это практически месяц А кто все-таки помогает вам Ну вообще основное финансирование идет с Министерства спорта Где Георгий Русланович нам здорово помогает И продвигает наши виды спорта И конечно спонсоры Также вот Якутская Энерго как финансировала в этом году тоже помогает Также вот выезд последний как раз они профинансировали Выездные билеты были куплены как раз на средства Якутская Энерго Несмотря на то, что сменился руководитель Все равно поддерживают Ну и также родители продолжают поддерживать И Федерация Хоккея активно работает Олег Владимирович Тарасов нас не покинул Продолжает помогать детскому хоккею И развивать его То есть есть такие люди, да Кто верят в наших ребят И конечно помогают им Ребята, ну вот скажите Вы смотрите на своих старших ребятишек Кто занимается хоккеем И вот если так посмотреть Вот они улетают скоро в Китай, да Вы наверное тоже желаете вот в скором времени улететь? Не побоитесь улететь туда? Нет На соревнования, нет? Вы открыты, да, к таким вот большим крупным соревнованиям? Вы готовы морально к этому? Да Никогда не боитесь выходить вот и встречаться с разными соперниками? Нет Даша, вот известный факт, что трус не играет в хоккей Это точно, да, про ребятишек? Да, ну что ж, у меня такой вопрос, ребятишки А бывает, вот смотрим, да, матчи КХЛ, НХЛ Там часто бывают стычки, да, потасовки на льду Агрессивные А вот в вашей возрастной группе вот случается такое? Да Потолкаться? Да, да, говорят Помахать руками Да, бывает В 2008-м особенно Да Года И особенно Андрюша у нас это любит Я очень не дерусь Ну я думаю, ребята все как горой, наверное, за одного, да? Да Все за одного Да Да Скажите, а вас, вот если в плане вот такого, да, считается же все равно немножечко, что это опасно на льду, да? Вот эти стычки, все Тренер вас сильно ругает за такие моменты? Ну так, не особо Ну если сами начинаем, конечно, он начинает Сдавать задачи надо, это все-таки часть игры, да? Ну что ж, если говорить, продолжать тему о тренировках, да, вот мы слышали то, что Владимир Тагирович нам вот рассказал про бросковую зону Я думаю, будет очень интересно, вот если ребята расскажут, что они еще делают на тренировках, вот чтобы ваши сверстники через телевизор посмотрели, вот послушали от ваших уст Что еще делаете на тренировках? Какова жизнь юного хоккеиста? Ну, мы там еще развиваем это, чтобы быстрее бегать на льду У нас там есть такой прибор, мы вот так ноги качаем Еще там прыжки делаем на стул С мячиком тоже приседаем, бросаем Буллиты пробиваем, еще в хоккей играем Еще на бросковой мы там, у нас есть такое специальное устройство Ну, типа, как, ну, даешь ему, и он тебя возвращает Это резинка такая Да, такая резинка там Ну, по словам ребят, у нас со снаряжением все нормально, да? Да, 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 технологии Все технологии Нет, ребята, а еще помимо вот хоккея, да, вас тренер, ну, не то чтобы заставляет, да, советует вам заниматься еще другими видами спорта Ну, допустим, вот, как говорите, футбол, бассейн, да? Это вы делаете для чего? Для того, чтобы просто еще чем-то заняться? Или все-таки, чтобы в хоккее достичь результата? Чтобы это, да, в хоккее То есть это вам должно помочь стать сильнее именно на льду? Да Ну, конечно, все, вот, чем усерднее работаешь на тренировках, тем легче вот на льду, да? Владимир Тагирович, вот мы отметили в начале беседы то, что в данный момент около 760 воспитанников, да, в школе Если говорить о тренерском штабе, вот, что из себя представляет коллектив, что за люди работают вот на должности тренера? Тренера у нас все с высшим образованием, у всех специальное образование именно связанное с хоккеем В основном, конечно, Омский университет физической культуры, да, также есть выпускники Хабаровского института Я сам заканчивал Челябинский институт физической культуры Все подготовленные, серьезно работают, поиграли в свое время Два у нас тренера работают с Омска, вот Леонид Васильевич как раз, он уже Правда, уже мечом его не назвать, потому что он у нас уже живет здесь с 2003 года И Илья Николаевич, который к нам 4 года назад приехал по нашему приглашению Это тренер вратарей, который тоже активно работает и домой не собирается, как говорится, да То есть у нас есть костяк квалифицированных специалистов, и поверх этого у нас еще есть приглашенные специалисты, да? Да, да, да Здорово, а вот если говорить о методике, ваша школа работает по общей какой-то методике Или же вот разрабатываем свою Каждый тренер разрабатывает свой индивидуальный план тренировок, который заверяет заместитель директора, проверяет нагрузку и потом передают мне Я тоже утверждаю, и тренера работают по этому плану А из новшеств, да, можно отметить то, что в этом году мы впервые открыли спортивный класс Набрали первоклассников, которые у нас уже с 4 лет занимались Но вот 26 человек открыли класс при 23 школе, но они занимаются не в здании школы, а именно в здании Ледового дворца Получили все соответственные разрешения, и вот первоклассники у нас учатся, приходят к 8 часам на учебу и в 6 вечера уходят только с Ледового дворца Очень интересный проект Да, и на следующий год мы тоже так же по классу работаем, сейчас определяемся со школой Но этот уже вот следующий набор будет уже, мы не можем всех разместить в Ледовом Поэтому они будут учиться в одной из школ города, но также будет специализированный класс Что даст нам вот такой интересный проект? Ну вот этот интересный проект дает то, что дети учатся в одном классе, и под них можно подстроить учебу, что немаловажно Да, выездов с возрастом становится больше, и чтобы не терять учебную нагрузку в школе, вот именно у них вот это То есть они учатся и между учебой еще успевают на тренировки, да? Да, 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 под них можно подстроить все То есть, а общеобразовательная программа, она полностью? Они проходят общеобразовательную программу, вот именно, соответственно, если есть выезд, то им программу маленько сдвигают А в общеобразовательной школе этого нереально, дети, то есть пропускают учебу, да, а тут им подтягивают, да, учитель Вот, но это основное, то что Ну интересно, да, возможно это станет И получается, они до 11 класса так учатся или Пока неизвестно Да, пока неизвестно, в планах пока договор до 4 класса, да, там будет Уже по результатам, да? Да, по результатам И учеба, это же впервые, поэтому В первую очередь зависит от их успеваемости в школе тоже Насколько будет, да, это Да Ну а вообще, вы говорите, они учатся прямо на территории Ледового дворца Да А преподаватели приходят к ним? Преподаватели со школы, да, приезжают Ну это же основной преподаватель один И также учитель музыки приезжает И учитель физической культуры дополнительно Очень интересно, да, как альтернатива, да, такая Возможно, это даст свои такие хорошие результаты И потом это станет хорошей традицией То есть с каждой школы будет приезжать один класс и обучаться, да, у вас Именно только начальная школа пока, да? Начальная? Нет, это не с каждой школы, это наш класс Именно только хоккейный класс Да Ну просто вы сотрудничаете с 23 школой? Да, одни мальчики, да, учитель с 23 школы Все понятно, а девочки же у вас тоже есть Ну девочек вот тренер не захотел Мы хотели подключить фигуристок, но пока решили этого не делать Отлично Ну что же, Владимир Тагирович, у нас остается совсем мало времени Наступил 2018 год, то какие цели поставлены перед школой на этот год? Перед школой поставлены очень большие задачи Это в первую очередь подготовка к зимним детям Азии У нас 2004-2005 год будет участвовать Вот на январских каникулах они выезжали на первые соревнования свои В августе месяце прошли сборы в городе Сочи, в Сириусе, да И сейчас основная подготовка будет настроена как раз на 2004 год На участие на успешные зимних Ну что, спасибо большое, дорогие наши гости Ребятам отдельное спасибо, молодцы Продолжаем в том же духе работать и приносить золотые медали В копилку вашей команды и нашей республики в целом Спасибо Ну что же, дорогие друзья, сегодня прошел очень интересный эфир С вами были Власий Сергеев и Дарья Анкехова Занимайте спортом и будьте здоровы До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok